всем привет дорогие друзья я сейчас сижу в пристрое дома очень душно жарко у нас двери открыты сегодня жара я сегодня съездила в город это видео вы уже увидели но я сейчас не это делаю у меня сегодня пришел заказ я сняла уже на канал жизнь домашними животными на наш канал немножко сняла то что гамак пришел дети давно просили гамак и я им заказала правда дешевенький но заказала заказала за свои деньги это не обзор и также заказала домино у нас постоянно теряются доминошки заказала такую вот в деревянной ой деревянной коробочки такой он легкий ребята так это деревянные доминошки ну да будем с детьми в домино резаться вот такие вот внутри доминошки меня все руки грязные я просто в огороде копошусь и не до этого нам надо сегодня еще со светиком поедем в этот скажите я вам скажу садик позвонили сегодня сказали сухпоек надо забрать на ребятишек тут у меня белье висит поэтому прошу не обращайте внимание у нас и здесь белье висит и на улице белье висит и дома белье висит потому что дети очень часто мараются как лето вы прекрасно это все знаете и вы меня просите заснять рецепт тесто спасибо вам мои хорошие за ваши добрые комментарии рецепт теста знаете вот в чем заключается рецепт теста больше заключается ваше душевном настроении у меня когда нет настроения я даже не беру сделать выпечку как бабушка всегда говорит есть настроение значит у тебя выпечка получится из и у тебя нет настроения даже не берись настя делать выпечку всегда нас любовью делать выпечку поэтому ну а рецепт я обязательно вам зас exploсть хотя уже много раз его снимал но раз вы просите я обязательно для вас делаю все что вы просите им нам также на сегодня заехать еще со Светой в магазин. Мы, скорее всего, на великах поедем. Муж мне приделал корзинку. Ну, потому что он заедет на машине до садика, заберет сухпаюк, потому что на великах будет его тяжело везти. А я хочу заехать еще в магазин. Мне надо купить самоклеющуюся пленку. У меня дети на столе, как вы видели, ободрали пленку. Ну, там немножко, правда, но все равно ободрали. Я хочу купить еще одну самоклейку посветлее. У нас есть, но темные. А я хочу светлую и сделать на стол. Там девочки идут. Гуляют. Тепло на улице? Хорошо, да? Привет. Чумазик уже вся чумазая. А там еще один чумазик идет. Вот у него привычка, смотрите, грызть вот так рубашки. Вот поэтому я никогда не беру вот с этими кнопками. Видите, он опять их отгрыз. Света, переодень, пожалуйста, Ваню футболочку. Опять отгрыз. Я уже приделывала переодень ему пятнистую, одень в военную камуфляжку. Я ему уже сама приделывала кнопки, но он их все равно, ребята, отгрызает. Поэтому я беру просто, чтобы резиночка была, и никаких ни пуговиц, ни кнопочек, чтобы вообще ничего не было. Я не знаю, почему. У меня никто так не грыз из ребятишек. Но вот Ваня вот грызет. Почему? Не знаю. А там у него новая лежит. Зеленая вон тут где-то сохла. Или синяя даже. Нашла? Все, нашла. Ладно, дорогие друзья, пойду заниматься делами. Да скоро надо будет идти уже. Ехать в садик. Мне надо велик приготовить для того, чтобы ехать. Чтобы ехать, ехать, ехать в садик. Картошку мы все еще не отсадили. Вот так вот. Потихоньку садим. Многие спрашивают, Настя, как твоя спина? Спина болит. Но ничего. Зимой, ребята, все подлечим. Летом это нормально, то, что спина болит. То, что уставшие, это вполне нормально. Зимой подлечимся. Все будет хорошо. Сегодня мне даже, знаете, вот настроения никакого нет. Мне сегодня позвонила моя бабушка. Сказала, что у нас сильно расшився дядя. Он что-то с ребрами у него. И сейчас настроение упало. Настроения вообще никого нет. Доедет скоро семик. Надо съездить на кладбище, посадить свекру цветы. И да, ребята, больше всего, что меня огорчает, у меня сгорела мультиварка. Она не сгорела, понимаете? Она работает. Но я включаю программу, она слетает. Вся программа слетает. Вот оно не готовит. Оно просто через минуту выключается, вся программа и все. В чем причина? Я вообще не понимаю. Я так расстроена. Мне удобно было на ней утром варить каш. Это вообще было классно. Это вообще вот... Я даже не знаю, что мне теперь делать. Сдавать в ремонт буду, конечно. Конечно, буду сдавать в ремонт, потому что она новая, она дорогая. Тебе одели. Ой, ты какой красавец. Поэтому буду, конечно же, сдавать в ремонт. Ну ладно, ладно. Я сижу, что-то я с вами разговорилась, да, через что. Ну вот иногда надо так посидеть, отдохнуть, поговорить немножко. Знаете, иногда охота. И трансляцию постараюсь. Сейчас, ребята, сделать. Тем более наушники я купила. Теперь микрофон будет работать. И мы сможем с вами сделать трансляцию. Ваня ходит с баночками. Все играет, да, Ванюша? Ну, игра, игра. Так что, вот так вот у нас дела идут. Ладно, пошла заниматься своими делами. Ребята, мы со Светой собрались в садик. Забрать сухопаек надо. Пешком пойдем. Смотрите, ребята, вот такая красота. Хочется в лес ходить, а боюсь клещей. Потому что сейчас время клещей. Цветочки мы идем со Светой. Света что-то легко оделась очень. Или мне так кажется. Я костюм одела. Вон там голубенькие цветочки даже в некоторых местах. Мы всегда сюда ходим летом это. Землянивку собирать, да, Света? В это место. Тут болото. Там вот, наверное, Илья опять загорает. Якобы домик они там строят. Ну, красиво здесь. Здесь соседи у нас всегда коз пасут. Вот в этом месте, на полянке, на этой, да? Хорошо. Красота. Сейчас две остановки пройдем и будем в садике. Да, вот, мне кажется, кто-то сидит там, наверное, вот Илья и находится, да? Не знаю, вон. А, нет, там какие-то маленькие пацаны находятся. Там какие-то маленькие пацаны находятся. Я не знаю даже, кто там. Ну, а мы идем потихоньку в садик. Ой, как хорошо на улице. Прям благодать. Все, забрали мы сухпоек в садике. Смотрите, как хорошо в садике. Ребятишек нет. Тут есть, которые ходят, ну, мамы продавцом работают, или в больнице, или еще как-то. А вот остальным нельзя. Да, и мы забрали всю одежду у наших ребятишек. Оксана, то, что выпускной вообще все забрали. Да и постирать все, насколько уже лежит в садике. хорошо, свободно тут с воспитателями, с нянечками разговаривали. Они тоже нас, оказывается, смотрят. Аж так это приятно. Поговорили по дышам. Хорошо, цветочки тут начинают свистеть. Я сейчас вам покажу, какие там красивые, да, садики. Мы сейчас еще в магазин заведем, клеенку купим. Красивый садик. У нас садик вообще, ребята, чудесный. Мне нравится садик. У меня так дети в садик хотят. Смотрите, какая красота. Чисто. Вот такие вот цветочки туда. И вот такие же вот я на кладбище купила. Тут скоро эти нарциссы расцветут. А вот эту песочницу у меня муж делал на работе и привозил сюда клумбочки, цветочки тоже. Красота, да, Света? Свет, хочешь в садик вернуться? Вон там была Оксанина группа. Мы очень надеемся, что будет выпускной все-таки в садике. Я не хочу в кафе идти, потому что вот не хочу, хочу в садике. Ну, цвета в очках. Посмотри на мне. А, покрасила очки, они у нее были каким цветом? Золотые. Золотые, она покрасила в красный. И вот сейчас идем. Вот и садик наш, как дети соскучились по садику. У меня Марина по утрам встает, говорит, мама, ну, когда мы в садик пойдем? Я тетю Любе хочу. Она, знаете, возле гаража встанет, а с гаража же там видно, да, другу, как на великах ела, потом прибегает, мама, говорит, там тетя Люба проехала. Такая счастливая, довольная. Да возле гаража то у нас дома. Ладно, идем. Пойдем пленку купим, клеенку, самоклейку и потом пойдем дальше домой. Зашли мы со Светой в магазин. Покажи, какую самоклейку купили. Вот такую со цветочками взяли. И зашли еще сладости, не сладости, а чай, печеньки немножко взяли. Сейчас, пойдем домой. идем, такие птички чирикуют, так прям приятно слушать и машина ездит. Сейчас придем, засним, что нам сегодня в садик кидали, да? И Свет еще фломастер взяли. Света что-то хочет подрисовывать. Пускай рисует. Самые простые, самые дешевые взяли по 24 рублей. И все. Ладно, идем потихоньку до дома. Ваня, ма, сынки сандалики одел, да? Это тебе присылали, да, Ваня? Да. Садика принесла, он сразу же эти сандалики на себе одел. С бип-бип, да, Ванечка? О, там бип-бип, Света, ты что в носках они? Копромка выскочила, сидит тут, пьет. Да, бип-бип у тебя там, да. Ваня опять в девичьей футболке, все футболки сегодня уже перемарал, да? Все футболки перемарал, да. Там Марина вдалеке. Я сходила в магазин, сейчас покажу, что купила. Тут колобаски взяли, фломастеры взяла разные. Смотри, какие я взяла. Еще где-то одна пачка должна быть. Большие, вот это вот, большие, куда потащила? По 30 рублей, такие, а эти по 18 рублей. Опять пар. Только они дешевле, чем твои. И тут сыр, купила колбаску и женские штучки. Ты что такая чумазая? Ну-ка быстро умываться, бегом! Хорошо, на улице велики опять попросали, они. Я их постоянно ругаю, что они чумазые, бегают, оттолкнут. Ну, это лето. Ты куда пошел с рыбками? Ты рыбки себе набрала, пошел играть? Да, ну ладно, играть. Пойду я переодеваю. Маш, опять босиком, блин! Выбегает босиком, потом носки рвутся быстро. А вы говорите, зачем вы много носков покупаете? У меня 5 штук, 6 штук. 6 штук у тебя тоже. Упаса! 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 Ну, на пакет. А ты посмотри, который ярче рисует сначала. Ладно, ребята, вот такие вот у нас дела. Вот так у нас проходит день. Ладно, пошла я переодеваться. А то я в костюме вновь, в этом. Мне вот этот костюм больше всего понравился. Сейчас я покажу на себе. Одела, вот видите, этот костюм вот так вот. Мне он больше всего нравится почему-то. Ну, потому что я к темному привыкла. А дочь у меня ругает, говорит, мама, надо иногда светлое что-то делать. Вот такие вот дела. Времени, ребят, вообще нет. Мы еще не до конца огород досадили. Да? Маленький. Шарики 4 штуки купила для маленьких. Нам еще огород садить и садить. Спина уже получше немножко начинает проходить, но все равно все болит. Поэтому вот так вот оставайтесь с нами. Дорогие друзья, показываю очередной паек. Знаете, некоторые подписчики прям ждут, когда же нам дадут очередной сухпаек. Ну, вот это вот я получила с садика на Марину и на Оксану на май месяц. Весь сухпаек. Это вот получается вот такие вот макароны. Я уже говорила, что эта фирма хорошенькая. Ну, вот этот раз вот такую вот ракушку дали, да? Потом дальше 2 килограмма муки. Мы что-то такую муку еще не пробовали. Не знаю, как по качеству будет. Но надеюсь, что хорошая. В садике тем более никогда плохое ничего не дадут. Потом дальше гречка 2 килограмма, 2 килограмма риса, 2 килограмма сахара, 4 упаковки печеньев. Обычные кофе, печеньки очень вкусные. Дальше потом 2 коробки сока, яблоко, груша, да, 2 литра получается. Потом что здесь у нас сайра, 2 баночки, 2 банки сгущенки, 2 баночки, бутылки, то есть масло, чудесно, семечка. Это что у нас? 4 банки говядины. А, это говядина, тушеная. 4 баночки. Вот считайте, это мне дали на двоих детей. Видите, вот, хороший сухпайок. Некоторые, многие писали, что им вообще плохие сухпайки дали, не в некоторых городах вообще не давали. Мы же благодарны нашим садикам, нашим школам, которые выдавали сухпайки. Это тоже, знаете, прийти и весь день потратить, чтобы, да, 9 минут, говорит, прийти и потратить время, чтобы вот это вот все разложить, раздать, это тоже. Ну вот, смотрите, мы рады всему этому. Света сразу сок берет. Так что, пишите, что у вас дали с садиков. Будем очень ждать. Так, ребята, у нас время вечер. Муж с Егором картошку сает, а я хочу сходить со Светы рассадить вот эти вот огурцы. Попробовали нынче этот способ. Муж где-то увидел в интернете, говорит, давай попробуем. Так, ну вот, в принципе, на туалетную бумагу семечки ложь, и они прорастают. Сейчас мы пойдем их высадим. Выросли они очень быстро. Тут у меня три вида. Зазули, апрельские и вот эти вот, по-моему, теща называется. Мне подписчица писала название, и я купила. Дальше. Идем вот в тот парник. Сейчас там... Владик, где Петровича? Закрывай калитку. Ну, проходи сначала. Иди давай, иди. А там вода есть? Ну, бочки, вода есть. Ты его точно закрыл? Да. А то я боюсь, что он меня... А что ты Егорку не зовешь? Где он? Качается? Егорка качается. И сейчас вам заодно, ребята, покажем рассаду. Видите, куры тут гуляют. Вот эту вот часть муж уже почти всю посадил с Егоркой. Спина у нас вроде более-менее стала, поэтому я иду в парник. Света, держи. Аккуратно. Многие спрашивают, Настя, как ваша рассада. Сейчас я вам покажу. Мы заходим... Ой, трава уже проросла. В принципе, перцы, у меня их много погибло. Выжило вот раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь штучек. Выжило перцев, сладких вообще мало. Вот здесь вот мы каждый год садим чисто острые перцы. Помидоры, того меньше. В каждой лунке по две штучки. Вот здесь вот только одинарные. Это короткие, которые мини, ну, пускай вот, мини помидорки. Остальные по две штучки. Два, четыре, шесть, восемь, десять, двенадцать, четырнадцать, шестнадцать, восемнадцать. И здесь у нас еще погибли несколько помидоров. Вот это вот вообще вот, как вам, вот здесь вот даже три не отдала знакомую, потому что у меня мои очень, я после пересадки прям гибнуть начали. И вот смотрите, перцы мы пересадили. Видите, вот перцы. Вот это вот хорошее, а вот там вот погиб, можно убрать. Там вот проклевывается. Вот это вот, вот этот вот погиб тоже можно убирать. Погиб, остался, остался, погиб, погиб. Нет, остались, вроде держатся. И вот очень много помирает. Вот в целом вот так вот. Сейчас будем садить свет аккуратно. Дай сюда вот эти вот огурцы. Лопатку сейчас я найду. И потом уже вам все покажем. Так, ну-ка, кыш, пришла гвардия, помогай. Ну-ка, идите мне детскую лопатку найдите, бегом. Манечка, иди, Маша, ищите лопатку. Где-то здесь были лопатки. Наверху нигде нету? Тут раз здесь оставались лопатки. Света, иди по территории, поищите, потом принесете мне сюда. Так, ладно, сейчас поэтому будем заниматься. А, я еще хотела кабачки. Света, открой, открой. иди, принесите лопатку. Я хотела еще показать, куда я посадила кабачки. У нас вот здесь компостные ямы. Это еще только год, поэтому нет, не трогаю. Вот сюда я посадила кабачки. Так, раз, два, три, четыре, пять, шесть. Ну, тут девять штук должно быть. Ну, вот почему-то они пока не проклевываются. Это очень плохо. У меня дома еще есть, это компостная яма. Видите, мы вот так вот держим, года три, четыре можно держать. Ну, вот тут вот у нас четыре года была, а это вот только второй год нынче будет. Поэтому вот так вот. Мариночка, идите там, играйте, хорошо? А картошку потихоньку садят. Сейчас полью заодно всю и будем. Нашла? Ну, все, неси. Ладно, пойдем мы садить, так что оставайтесь с нами. Ребята, зашла с огорода. Уставшая, как конь, спина очень сильно болит. Я сейчас ведром таскала землю, клумбу делала, высадила, как они, георгиной. Да, георгиной. У меня три куста, три корня, то есть огромных. Я один возле забора посадила, два здесь, в углу, возле дома посадила и землю таскала. До конца даже не додела, не могу. У меня спина просто отнимается. Высадила все огурцы, все. Завтра еще на кабачке остатки высадить. Я еще не все, потому что кабачки высадила. Надо остатки будет высадить. А так в целом, уставшая как конь, спина очень сильно болит. И у нас еще если кто смотрит канал «Жизнь с домашними животными», тот в ближайшие дни узнает новость. Причем новость огромную. сегодня мы в клетке пришлось нам переделать вообще все, потому что у нас Симка родила крысят. И она после родов стала агрессивная. Она меня сегодня кусанула. Когда я хотела деток у нее переложить, она мне кусанула. Ну ничего, я справилась не впервой, поэтому справилась. Я очень сильно, ребята, устала. Сейчас я попью кофе и лягу, полежу, потому что у меня очень сильно спрашиваю. Может быть не полежу, может быть повышиваю. У меня тут вышивка есть. Такая вот. Повышивать можно. Я, многие спрашивают, Настя, когда ты отдыхаешь? Я отдыхаю, ребята, мне помогает отдыхать моя вышивка. Я отдыхаю за вышивкой, по-другому у меня не получается просто. Ладно, вот такой вот у нас был, ребятки, день. Хочу сказать спасибо всем огромное, кто остается с нами. Дай Бог вам всем здоровья и всего-всего самого хорошего. Ой, как хорошо, прям на спину облокотилась. Ладно, пойду я сейчас пить кофе и отдыхать. Всем желаю хорошего дня и хорошего настроения, хорошего вечера и вообще хорошей жизни. Всем пока-пока.